Последний тур марта в РПЛ получился очень интересным. Ростов растоптал Ротор 4-0. Каким бы Ротор не был аутсайдером, но на своём поле это первое поражение в пяти последних играх. Дмитрий Полоса дал два голевых паса. Стоит поздравить команду Карпина с первой победой в 2021 году. Ахмат одолел Арсенал. Если не учитывать Кубок России, то клуб из Грозного прервал безвыигрышную серию в РПЛ из восьми матчей. Добавлю, что туляки не побеждают в личных играх с 2018 года. Зенит ушёл на международную паузу лидером турнира, обыграв одного из конкурентов ЦСКА-3-2. Армейцы два с половиной года не побеждают представителя культурной столицы. Отметим Дзюбу, у которого гол, пас и незабитый пенальти. Знаете ли вы, что Зенит одержал первую победу на выезде за последние шесть игр? Уфа второй раз уступает Локомотиву с минимальным счётом, а ведь в прошлом сезоне клуб дважды смог отобрать очки у москвичей. Карыховик после возвращения российского футбола отметился уже в третий раз. Его клуб выиграл пятый матч к ряду. Спартак разгромил Урал 5-1. Похоже, красно-белые возвращаются. Три выигранных тура подряд. Три игрока заработали в этом матче по два очка по системе гол плюс пас. У Ларсона и Соболева по дублю узоблено две передачи. Краснодар упустил ничью с Динамо 2-3. Посмотрите, сколько голов в этом туре. Ребята Шварца ликвидировали отставание в два мяча и открыли новый талант. 18-летний Константин Тюкавин сделал дубль. Если учесть и товарищеские игры, у него в текущем году уже 8 мячей. Бедный Краснодар не выигрывает у Динамо с 2018 года 5 встреч. Сочи добился победы над Тамбовом, для которого это стало 16-е поражение в текущем сезоне. Добавлю, что клуб не побеждает в чемпионате или в Кубке России с октября 5 месяцев с учётом паузы. Я думаю, что многие ждут голов Антона Заболотного. Форвард отметился в седьмой раз в РПЛ и превзошёл своё достижение прошлого сезона. Рубин остановил свою беспроигрышную серию на отметке 5 туров. На 23-й игровой неделе подопечный Слуцкого вступили Химкам. Кто бы мог подумать, что их соперник, подмосковный клуб Химки, не проигрывает в чемпионате стороны уже 10 матчей. Фиксируем 11-й мяч Джорджа Деспотовича, а также гол плюс 2 пасса Резвана Мирзова. Следующий тур пройдёт с 3 по 5 апреля. Ротор откроет программу с Локомотивом, Рубин примет Сочи, Краснодар Ахмат, Динамо Уфа. Воскресенье Урал Арсенал, Тамбов ЦСКА и Ростов Спартак. В понедельник Зенит проведёт встречу с Химками. Интересно, продлит ли подмосковный клуб свою грандиозную серию. Лучшие бомбардиры. Азмун Дзюба, 13 мячей. Два мяча забил в туре Ларсон, в итоге у него в сумме 12. И один мяч прибавил Деспотович. Лучшие ассистенты. 9 игроков отдали по 5 голевых передач. Это целая футбольная команда. Последним к ним присоединился Ионов из Краснодара. Лучший по системе гол плюс пас Дзюба. Он увеличил свои показатели на 2 очка. Лучший вратарь. Гилермо из Локомотива и Песьяков из Ростова на этой неделе стояли на 0. Но у натурализованного бразильца 10 сухих матчей. Итоговая таблица. Зенит набрал 48 очков. В среднем 2 очка за 1 тур. Спартак уступает лидеру 4 очка. В среднем команда набирает 1,9 очков за 1 тур. Локомотив Сочи и ЦСКА рвутся в Еврокубке 40 пунктов. Армейцы потеряли 2 позиции. Динамо наоборот потянулось на 1 место вверх. Ростов приобрел сразу 2 строчки. Рубин 8, Химки 9. Краснодар упал на 2 ступени вниз. 34 очка. Ахмат 11, Урал 12. В зоне переходных матчей по-прежнему Ротор и Арсенал. В зоне ФНЛ Уфа и Тамбов. Арсенал и Тамбов пропустили больше всех мячей. Надеюсь информация была полезной. Сейчас переходите к рейтингу УЕФА. Не прощаемся.